Всем привет на канале Александр Эмбрест. Сегодня будем ваять то, без чего ни одна топовая мастерская по ремонту электроинструмента обойтись не может. А именно гидравлический пресс. Если честно, изначально я думал, что просто куплю готовый пресс и буду себе спокойно работать. Но пораскинув мозгами, я все таки решил, что лучше я сделаю под себя пресс самостоятельно, чтобы он меня ну прям всем устраивал. Значит работу по созданию своего супер крутого мощного пресса я начал с высокоточного, очень профессионального чертежа. Показывать, впрочем, я его не буду. Поверьте, нарисовано все вот так. Если в двух словах, то пресс будет с большим запасом и практически в мой рост, т.е. высокий. Значит, для того, чтобы изготовить пресс, нам понадобится в первую очередь гидравлика. Шерстил я интернет и в поисках сравнительно недорогой и хорошей гидравлики и мой выбор пал на фирму Rockforce. Лучший вариант за свои бабки. Итого я взял. Один гидравлический цилиндр с манометром на 30 тонн и один гидравлический насос тоже на 30 тонн. Не переборщил ли я? Спросит мой постоянный зритель. Запас же ничего плохого с вами не сделает. Отвечу я. Значит, в комплекте с цилиндром идет вот такая вот большая и красивая гаечка, но она не совсем подходит конструктивно под каркас моего пресса. Поэтому на заводе я заказал маленькую детальюшку, вот такую из фольги 24 мм. Здесь нарезана резьба под наш гидроцилиндр, а с обеих сторон под дополнительное крепление. По ходу видео поймете, зачем это надо. И, кстати, да, если вам вдруг понравилась эта гидравлика, то ссылочка на нее в описании под видео. Ладно, хватит разглагольствовать. Пора приступать к работе. Для начала, от греха подальше, накручу гаечку на гидроцилиндр. Просто на всякий случай, чтобы не посеять. Есть у меня, короче, такая привычка. Мелкий крепеж либо складывать в отдельную коробочку, либо накручивать временно на законное место. Вот, вторую гаечку тоже накручиваем. Ну, в принципе, с гидравликой разобрались. А в качестве основы для этой гидравлики я решил использовать швеллер-14. Значит, на металлобазе я попросил ребят, чтобы они ленточной пилой красиво, перпендикулярно все зарезали. Итого у меня получились. Две стойки по метр восемьдесят. И четыре кусочка по семьдесят пять. Два на верхний упор, два на нижний упор. Значит, фиксироваться нижний упор будет с помощью двух вот таких тоненьких воротков на три четвертых. Я думаю, они будут достаточно крепкие. Не на камеру. С помощью ершиков и кое-каких других хитростей хорошенько зачистил наш швеллер. Поэтому он блестит, как новенький. Ну и сейчас я предлагаю на столе для наглядности собрать примерную конструкцию нашего каркаса. Вот примерно так это будет выглядеть. Вот он наш фиксатор. Вот нижняя платформа. Верхняя платформа. Ну и, естественно, вертикальная стойчика. Значит, ориентируясь на задачи, которые этот пресс будет выполнять в моей мастерской, размечаю будущее отверстие, в которое будут вставляться воротки. Убрал со стола все лишнее, положил второй швеллер и буду дублировать разметку. Значит, перед тем, как это делать, обязательно необходимо ровно и красиво положить швеллера, чтобы не промазать. Приступаем. Ура! Ну что, почти наразмечались. Теперь берем штангель, меряем ровно половину нашего швеллера и размечаем центр. Лепута. Ну а теперь... Керним. Тяжелая артиллерия. Магнитная сверлилочка. Делать отверстие буду вот такими полыми фрезами. Естественно, не забываем про центровочку. Для того, чтобы установить фрезу в патрон, необходимо поднять кожух, просунуть фрезу внутрь и покрутить. О! До характерного щелчка. Все, защелкнулось. Стоит хорошо, крепко. Можно приступать к работе. Но прежде, прежде, подключим емкость с сожем. У меня имеется концентрат, который я сейчас не на камеру разбавлю. Специальной емкости у меня нет, поэтому вот такая вот бешеная конструкция у меня получится. Ах, красота! В процедуре почти готовы. Сталось сделать еще одно маленькое техническое отверстие, для того, чтобы сожа могла поступать. Ну, в отверстие делайся, давай. Какой острый шуруп попался. О! Ура! Переставим рычаг. Для этого необходимо нажать на кнопочку. Всего лишь. Ну и начнем прицеливаться. Что тут? Ну и что, приступим, пожалуй. Значит, выставил все по керну. Красивенько зафиксировал струбцинами швеллер на верстаке, чтобы ничего не елозило. И врубаю электромагнит. Все. Значит, использовать буду аппарат на второй скорости, так как сверло до 30, насколько помню, миллиметров, точнее сверло отверстие, сверлится как раз на второй. Уперат! Как у масла? Для начала обратите внимание на то, как красиво выпало наша, как это обозвать, ненужная деталька. Значит, если угадать с оборотами, с подачей сожа, если у вас острая расходка, то так, в принципе, и будет. Значит, вытолкнула вот эту железячку наша вот эта центровочка. Клапан, который она открывает и подает сож, подпружинен. И как раз из фрезы выталкивает вот такие железяки. Значит, в комплекте с этим аппаратом идет вот такой защитный кожух. Сейчас еще одно отверстие просверлю без него, просто чтобы вам крупным планом все это красиво показать. И потом буду уже сверлить с ним, потому что уж больно сильно брызгается. Выстроил пометки, все, опять же, включаю электромагнит. И включаю двигатель. И поехали. Идеаль. И, кстати говоря, вот эти штучки вылетают уже холодными. То есть вот прям я могу держать ее в руке. Блин, новый бизнес придумал. Ребят, кому нужны эти... Чистить посуду штуки, обращайтесь. У меня пару штук будет. Ладно, устанавливаем защитный кожух. Для него имеются барашки и специальное крепление. Перед началом сверления я лично рекомендую проверять, нет ли какой-нибудь стружки между заготовкой и электромагнитом. Потому что если она будет, то прилегание магнита будет плохим. Магнитится он будет плохо. И можно нечаянно поднять на фрезе станок. Ну, такое себе. Ну, вы поняли, короче. Так, все. Ставлю кожух. С первым швеллером с одной стороны мы закончили. Ну, и как бы, блин, наверное, надо всунуть, как говорится. Чтобы было понятно, не зря ли мы сверлили. Ну, как видите, не зря. Все хорошо входит, хорошо выходит. Значит, сверлим по разметке второй швеллер. Так, вырубили магнитик. Скинули проводок. Отставили очень легкий станочек. Раз, струбцинка, два, струбцинка. Закрепляем заготовку, куда бы не елозило. Так. Все, супер. Ну, и сверлим дальше. Кстати, кому интересно, вот эта штука загорится красным, если станок будет перегружен. Поэтому спалить его тяжело. Очень. Вот. Сверлим. А, нет. Сиз. Расход сужи, кстати, умеренный. Но, несмотря на это, брызгается он знатно. Вот этот кожух конкретно спасает. Ну, это так. К слову. Кстати, вот, слышали? Щелчок такой. Щелк. И я заканчиваю сверлить. Это в этот момент, как раз, выщелкивается из фрезы вот этот вот пиптик. Нашей центровкой. Вот. Кому, если интересно. И, кстати, да, я на камеру не говорил, но я все дело это... Тебе, Шверстайк, застелил фолией. Это греха подальше. Вот. Вы тоже застилайте. Ну, что. Оба швеллера просверлены. Переворачиваем. Размечаем вторую сторону зеркальную. Ну, и сверлим. Предлагаю уже это сделать, ребят, не на камеру, а с помощью магии монтажа. Прикройте кто-нибудь объектив, пожалуйста. Ой, спасибо. Вы не поверите, но я не удержался и продолжил съемки с другого ракурса и чуть-чуть поближе к фрезе. Раз уж такой аппарат ко мне попал на испытание, то чё ж его не испытать-то по полной, а? Значит, для начала обратите внимание, как брызгает сошка. Действительно, кожух, ну, необходим. Ну, и, естественно, как, думаю, все заметили, я решил засечь, за какое время сей аппарат справится с моим швеллером. Почти 22 секунды. Считаю, результат вполне себе достойный. Потом я решил пойти дальше и включил слоумо. Я считаю, что кадры получились просто офигенные. Вы обратите внимание на внутреннюю часть швеллера. Сначала появляется круглая наметка от фрезы, а потом центровка выбивает ненужный кусок железа, и он летит куда-то там. И, кстати, обратите внимание, как только кусок железа улетел, подача сош прекратилась. Круто вообще. Зацените еще один очень удачный кадр. Ну, ребят, не знаю, как вы, но я лично надолго залип, глядя вот на этот отснятый материал. Блин, просто ну, классно. Пушка. Пишите в комментариях, классно или очень классно. отверстие готово. Станок справился с задачей идеально. Впрочем, как и я. Отверстие соосное. Все ходит идеально. Можно приступать к следующей операции. Значит, в качестве горизонтальных ножек, или, по-другому сказать, опоры, буду использовать уголок шестьдесят троечку. Есть у меня вот такой большой, красивый, только что зачищенный уголок 130 см в длину, его нам необходимо попилить напополам. Приступаем. Сначала замеряем. А пилить этот дивный кусок металла буду я вот такой штукой. Ленточной аккумуляторной пилой. Закрепляем заготовку. с помощью струбцин и пилякаем. Приступаем. И раз. Возможно, у вас возник вопрос, что я творю. Дело в том, что пропила немножко не хватает, поэтому пилим с двух сторон. ориентируюсь на разметку. И, кстати, при пилении такой пилой обязательно упирайтесь заготовкой вот в упор этот. вы посмотрите, идеальный запил. Пилил бы и пилил бы. Ну, а надо собирать прессы. Повторяем ту же процедуру с уголком пятидесяткой, позже узнаете, для чего он нужен. И наконец-то работы по металлу почти закончены. Ничего пилить и зачищать уже не надо. Поговорим за крепеж. Думаю, ни для кого не секрет, что крепеж бывает разного класса прочности. И, естественно, для 30-тонного пресса он должен быть ну, такой, знаете, крепенький. Так вот, с этим у меня была прям настоящая проблема. Как оказалось, в моем прекрасном городе никто не может мне достать крепеж, ну, скажем, нужного класса прочности. А я хотел 10,9. В итоге перерыл я практически все белорусские интернеты и наконец-то наткнулся на Белболтбай. Это местный наш завод-производитель оптовик, который смог обеспечить меня настоящим крепким крепежом. Ну и так, на всякий случай в двух словах о крепеже. Класс прочности, как правило, указывается на головке болтов. Обратите внимание, здесь написано 5,8. В переводе на русский это пластилин. Вот вам другой пример 8,8 класс прочности. Это уже не совсем пластилин. А для моего пресса мне понадобились вот такие вот крутейшие болты М22 классом 10,9. Ну и не только они. Еще у нас имеются гаечки того же класса прочности, обычные гаечки, шайбы, гравера, шпильки. Ну и короче, вот все это, повторюсь, предоставил Белболтбай. Если вдруг кому надо много классного крепежа, ссылка в описании. Ладно, дозавиделись. Значит, думаю, все уже поняли, что пресс будет собираться на болтовом. Диаметр болта 22 в минусе миллиметра. Наша задача взять наш швеллер, взять вот эти офигенные коронки по металлу и просверлить отверстие для крепежа. Значит, центровочное сверло у нас здесь 6,3 миллиметра. фиксируется с помощью маленького болтика вот в том отверстии. Берем нашу коронку на 22 миллиметра, накручиваем и фиксируем таким вот механизмом фиксации. И приступаем к сверлению. Но прежде размечаем и керним. Выложил на столе материал. и для того чтобы узнать правильное расположение болта нам надо знать два размера. Первое размер швеллера 14 см Второе ширину почти 6 см С учетом размера этой стенки предлагаю отступить от края швеллера 4 см для каждого из болтов. Выставляем и размечаем Теперь необходимо вычислить отступ от верхнего края. Он будет составлять 2,5 см опять же именно с учетом стенки нижнего швеллера. Размечаем Итого мы получили ориентировочно раз болт и два болта. Красота! Сразу хочу всех предупредить мне швеллер пилили на ленточной пиле и угол здесь прям красивый прямой поэтому я могу на эту плоскость ориентироваться Если же пилить болгаркой или чем-нибудь типа того то там угол по идее не будет настолько прямой и лучше перемерять все углы Все разметили теперь керним Готово Разметка имеется Теперь беру сверлышко троечку с шуруповертом естественно и сверлю Зинковка наметил будущее отверстие сверлышком тройкой Для того чтобы избежать какой-либо погрешности уберу заусенец от сверла зинковкой Теперь переворачиваем и ставим вот эту деталь относительно вот этой под красивым прямым углом Таким образом чтобы край этой заготовки и вот эта плоскость совпадали идеально Выставляем Отлично Угол получился офигенный Теперь вот эту деталь закрепляем струбцин очень-очень сильно и сверлим насквозь в этой баночке сож Перемеряем еще раз уголок все у нас хорошо поэтому немного сож и сверлим с другой стороны Сверлим в другую сторону Сверлим дальше Сверлим Так Ну что Теперь нам понадобится шуруповерт побольше ДДФ 486 486 В нем 135 ньютонов Чуть побольше чем в этом малыше Для коронок я решил использовать его А для того чтобы не схлопотать вот этой штукой по лицу нам понадобятся струбцины Заструбцинился хорошенько со всех сторон Легче стол с места сдвинуть чем один из швеллеров И начинаем сверлить Не забывая про сожж Центровочные отверстия уже готовы Поэтому я думаю все пройдет как по маслу Но это не точно Первое отверстие готово Как видите болты подходят Ну что продолжаем в том же духе Магнитным станком чуть-чуть удобнее сверлить Но 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 Тащит без проблем Так Ладно Переворачиваем в следующую сторону сверлим И потом будем сверлить вот это Так Все Этого пациента временно откладываем в сторонку И сверлим вот здесь Хорошенько заструбцинился здесь Как видите и сверлим Ну что Практически половина отверстий вот этой коронкой сделаны Коронка себя показала хорошо Грызет металл как масло Шуруповерт тоже Чуть-чуть поднагрелся но по нему видно что это для него не нагрузка А вот я честно говоря начал уставать Поэтому все остальные отверстия сделаю с помощью магии монтажа Блин Магии монтажа Магии монтажа Готово Все отверстия сделаны но имеется заусенец который не помешает убрать В нашем случае это можно сделать обычным ступенчатым сверлом С заусенцами на наружной стороне разобрались Теперь очередь тех которые находятся внутри Шуруповерт не влезет Поэтому возьмем болгарку я зачищу веерным кругом На низких оборотах в этой болгарке они предусмотрели Кстати совсем забыл сказать На сверление всех отверстий хватило одной фрезы и она вполне себе хорошо чувствует даже не подтупилась То же самое могу сказать и по центровочному сверлу Вторую фрезу даже распаковывать не пришлось И да на фрезы Linux на инструмент Dewalt в описании имеется промокод по которому вы сможете получить неплохую скидку Пользуйтесь Ну а теперь сборка Для начала соберем ножки с регулируемыми опорами А поможет мне в этом Гайковерт Makita DTW700 Установил на гайковерте минимальное усилие так как дожимать будем немного позже Регулируемая опора будет состоять из болта и двух гаек Короче в этом ролике обойдемся без сварки Примерно вот так будет выглядеть регулируемая опора между шайбами если что будет находиться уголок Сможем регулировать высоту с помощью болта и контрить второй гайкой Приступаем к установке Вторую ногу собрал по аналогии Теперь ставим одну и будем прикручивать горизонтальную деталь Напишите в комментариях как она называется Стены бы себе еще не покоцать В одно лицо собирать пресс не очень удобно Повторюсь пока что до конца не зажимаем нам еще потом надо будет геометрию промерять и все ставить ровно красиво Ну все пресс собрали расходимся шутка Теперь время для шпильки Шпилька классом прочности 8.8 Нужна для фиксации нижней части пресса Нагружаться она сильно не будет И да в нижней части пресса уже под нее сделано заблаговременное отверстие Просовываем и накручиваем комплекты деталей то бишь гайки гравера и шайбы для фиксации фиксируем так же гайками с обеих сторон снаружи и излишек обрежется Ну все каркас практически готов Лепота Кстати забыл сказать Ножки в передней части пресса торчат чуть чуть больше чем в задней Это сделано специально для того чтобы пресс можно было поставить ближе к стене но при этом чтобы не уменьшать его устойчивость Так теперь возьмем рулетку и проверим Так здесь у нас 75 а здесь 75 почти с половиной Короче давайте регулировать еще чуть чуть О все О можно брать болгарку и отпиливать лишнюю часть шпильки Ну и заусенец сразу убрать не помешает Ну вот и пришло время заняться креплением гидравлики к остову пресса Для начала скрутим гайки а потом я расскажу для чего все-таки нужны были вот эти отверстия с резьбами Главное этот мелкий крепеж на ногу себе не уронить Готово снял Берем швеллер 14 для наглядности и смотрим Значит пластина на которой будет держаться наш гидроцилиндр благодаря тем отверстиям через которые будет закреплена вот к этому уголку сможет передвигаться из стороны в сторону Вот для чего нужны были эти отверстия Прилаживаем уголок и размечаем где будут находиться будущее отверстие Первый разметили Ту же процедуру повторяем со вторым уголком Разметил оба уголка и керню А теперь с помощью магии монтажа сделаем отверстие Готово Отверстие сделаны Заусенец снят Берем один из готовых уголков и крепим к гаечке Берем нашу гаечку и устанавливаем Ну все Осталось прикрутить второй уголок Пол дело сделано Напоминаю ссылка на сайт с крутой гидравликой в описании Ну а я пожалуй на сегодня закончу потому что самую малость подзадолбался ждите ребят следующей части она выйдет скоро для того чтобы ее не пропустить подписывайтесь на канал долбите по колокольчикам ну и хватит на сегодня прикройте кто нить объектив спасибо